всем привет дорогие коллеги рад видеть вас на своем канале вот ребят сегодня закончил я уже капот крепление его прогрунтовал заранее успел как бы суп уже не ржавел он у меня вот ребят такие вопросы задают мои подписчики расскажу немножко вам в целом ну просит все кабины я понимаю сейчас как раз зима и удобно сделать кабину на этот момент техника у нас стоит гараже но ребят вы уже не судите мне строго не обижайтесь на самом деле что просто нету времени даже сделать эти чертежи так как она еще сам у самого до конца во первых не готова это раз во вторых реально нет время так сейчас я уже по драму дел что под навеску выводил швеллера себе берется назад закрепить туда трехточечную навеску также будет крепляться трех . сюда еще но ребят все будет подробно про трех . почти будет самодельная вся вот практически все будет подробно видео про трех точечную навеску так что ребят не судите строго как будет время обязательно сделать это чертежи хотя бы чтобы вы понимали и уже скину вам либо закину куда-то в общий файл чтобы вы могли себе скачивать их вот еще человек спрашивал у меня по правом так и собираюсь делать вам так ребят расскажу про вам буду делать с гидромотора вон запитываться он не будет нша 32 вот так что ребят почему именно с гидромотора во первых считаю что нету нагрузки не на коробку такой большой и на двигатель так как здесь коробки не особо уже честно сказать при прочная так что решил лучше не испытывать футбол сделать на нша на гидромоторе будет у меня вот так же спрашивать ребят почему такая длинная рама метр восемьдесят я вам расскажу ребят так как не хочу я сзади вешать себя гидравлический бачок это раз во вторых все хочу спрятать под капот юга аккумулятор и нша будет стоять у меня и гидробачок будет стоять также сделаю на будущее с радиатора и с радиатора печки от гольфа быстрее всего буду брать на полноценную запитку на охлаждение и центробежный насосик поставлю вот такие дела ребят сейчас я пущу капот уже застежки сделал сегодня все но буду ставить сюда тоже насосики мебельные как я вам говорил очень дешевые чтобы как бы ну поддерживал его легко и закрывался легко замочки обычная как их называют бортовые вот так это выглядит на сегодняшний день так что ребят скажите свое мнение интересно все таки стараюсь быстро делать так что ребят задавайте вопросы буду стараться по мере возможности быстро отвечать вам как бы и также смотрите далее сейчас прокачусь на нем а и ребят забыл напомнить там про турбинку да как бы много вопросов по турбине тому это ее не запитал да ребят я турбину не запитал объясни почему так как идет большой поток масла ну как большой на сопливить неслабо и как бы сейчас сказать убить porsche поршневую там ну забить канал и все это дело как бы ну не вариант так что жду римкомплект римкомплект где-то я пострел уже через неделю должен прийти мне я его установлю и уже дам вам полностью детальный отчет прибавилось что-то не прибавилось есть смысл ставить или нету смысла ставить турбину лучше без нее там ну какие-то полный отчет я дам точно честно без разницы что как бы я потратил деньги если она не нужна здесь значит я ее сниму если она реально даст эффект то я вам ребят обязательно скажу мне не жалко этой информации для вас как бы но все это надо проверить так что не спешите как говорится поставить ее лучше может подождите пускай лучше я пострадаю чем пострадает много людей как говорится так что это ваши дела конечно то вам решать но рекомендую подождать меня наверное вам так скажу а если нет ну делайте и делитесь тоже советами и говорите сейчас прокатимся ребята с капотом уже совсем другой вид уже приятно ехать как на джундире прямо такой капот длинный получился но мне нравится так что такие дела дела друзья так что смотрите далее как раз обращается как мы не будем так как там как 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 так как как Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok